День добрый. Компания ZAPKIA. Сегодня у нас на гостях Hyundai Santa Fe 2.2 турбодизель с двигателем D4CB. Сегодня будем производить замену по трубке интеркулера. Вот у нас наш авто. Вот он наш интеркулер, который сейчас мы как раз-то будем снимать. Так же сразу покажу детали, которые будем менять. У нас есть патрубок интеркулера на впуске. Он у нас лопнул где-то предварительно в этом месте. Находится он. Вот он. Сейчас будем его снимать. И так же имеется клапан управления турбиной. Такая штучка. По результатам диагностики, которые показывают передув турбокомпрессора, то есть, скорее всего, он является поломкой как раз ножа патрубка. Сейчас мы патрубок заменим. Заменим клапан управления. Ну и потом сделаем уже последующую диагностику двигателя. И посмотрим на параметры турбины. Что она у нас будет показывать. Будем рассказывать вкратце, почему будем мы снимать интеркулер и защитную крышечку. Дело в том, что хомут, который крепит патрубок интеркулера, именно он находится не в доступе к нашему, то есть в нижней части. Вот сейчас мы его разберем, чтобы поменять. Начнем с воздуха с заборника. То есть вот здесь у нас есть три клипсы, одна отсутствует. Вот. Дело в том, что он не позволит нам вылезти оттуда. Вот он снимается снизу, есть защелочка небольшая. Так, вот здесь на интеркулере у нас еще имеются два шланга управления, с клапаном управления. Один обычный черный и второй такой с красненькими полосочками. Он всегда находится ближе к капоту. Это вот как раз идет на управление турбин. Шланчики путать нельзя, ни в коем случае. Если вы не запомните, то как вот здесь сделано, стоит меточка. То есть маркером пометили беленьким. Потому что если вы перепутаете, турбина будет передувать. Также отсоединяем разъем клапана управления турбины. И там же имеется датчик абсолютного давления. Отсоединяем патрубки интеркулера. Такие довольно сложные хомуты. Поэтому я думаю, если у вас нет специального инструмента, то лучше его приобрести при замене. Вот он, наш интеркулер. Сейчас его аккуратненько будем вытаскивать. Сейчас сразу развернем, чтобы было видно. Произведем замену клапана управления турбиной. У нас на клапане имеются также два штуцера под вакуум. То есть один идет подача, и второй уже идет на управление самой турбиной. Шланчики тоже довольно сложно снимаются, поэтому необходимо подковырнуть. Вот он, клапаночек. То есть видим, один тоненький и второй толстый. Опять же, обращаем внимание на вот эти два патрубка. То есть один у нас идет подача, это темный. И шланчик, который с красной полоской, уже идет на турбину управления. Берем новый клапанок и вставляем. То есть с красной полоской в толстый, черный в тоненькую. Ну вот тут, в принципе, ничего несложно. Так, здесь мы закончили, сейчас уберем. Снимем защитный экран двигателя. Тут два винта. Отведем его в стороночку. Вот наш хомут крепления. Сейчас мы снимем сперва вот эту опорную шайбочку. Винт у нас подголовочку на 8. Наслабляем его. Так, вот он, мы достали патрубок. Хомуты мы будем переставлять туда. Как бы вам так показать, вот она, непосредственно порванная его часть. С наружной части, допустим, вот, если мы посмотрим вот так, то у нас все хорошо, ничего не видно. Патрубок здесь всегда видно с внутренней стороны. Он порван. Так, берем новый. Так, берем новый. Все, патрубок, нижнюю часть зафиксировали. Снова устанавливаем защитный экран. Так же будем переставлять хомут. Так, не справа, не патрубок, выкидываем. Так. Вот он уже заранее подготовленный интеркуллер, который устанавливаем на прежнее место. Для начала следует ставить патрубки, только лишь потом крепить сам интеркулер. Сейчас винты затягиваем. Данный клиент у нас приехал с жалобой на то, что дали газу и услышали свист. То есть, даже не делая никакой диагностики, открыт капот мы услышали сечение воздуха, вот именно из патрубка в этом районе. Сейчас мы уже, когда все закончим, все сделаем, и потом дополнительно сделаем диагностику. Эти хомутики, они имеют такой зубец, как бы для фиксации. И, чтобы он отцепился, нам необходимо поддавить его отверточкой. От себя хочу добавить, вот смотрите, маленький рабочий молоточек. Это моя идея такая, связана она уже с большим опытом. При установке хомутов на патрубки интеркулера, именно самозажимные, я считаю, что их нужно постукать, то есть простучать. Вот таким образом, небольшим молоточком, то есть в одну сторону и в другую. Патрубок довольно жесткий, и хомут иногда не сжимает его полностью. Чтобы он сел плотно, необходимо вот таким движением, небольшим посадить. Все мы сделали, все собрали, сейчас будем запускать двигатель. Запустим, посмотрим, ничего ли мы не забыли. Так, запустили данный двигатель. Все у нас сработает. Вот на этом углу стоял свист, там, где лопнул патрубок. Тут мы сейчас все исправим. Толик скоропостижно свалил от нас, побежал делать другую машину. Вы просмотрели видео, как можно поменять патрубок. В принципе, вообще видео о чем? О грамотной компьютерной диагностике и устранении причин обращения к нам. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии к видео, либо приезжайте в автосервис вживую, пообщаемся. Оценивайте это видео. И если оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы узнать больше о ремонте корейских автомобилей. Всем пока!